Привет! Это 21EK.by, меня зовут Саша Сериков, друзья. Экспертиза подъехала. Все мы знаем, где вот поворотнички находятся, клаксончик, но видеорегистратор в машине должен быть. Мало ли, какой олень на дорогу выскочил. Короче, друзья, прямо сегодня мы с вами будем разбираться, как же правильно выбирать видеорегистратор. Поехали. Ну нет, вот на этот раз точно поехали. Итак, что же самое важное в видеорегистраторах? Лично для меня, во-первых, чтобы снимал и не глючил, и во-вторых, чтобы хорошо снимал и уж точно не глючил. Итоговая картинка видеорегистратора зависит от двух показателей. Это размер матрицы и количество пикселей на дюйм. Но не стоит гоняться за количеством пикселей, игнорируя физические размеры матрицы. То есть, лучше пускай будет больше матрица и меньше пикселей, чем больше пикселей и меньше матрица. Ну, как-то так. Ну, а вообще, ребят, просто откройте YouTube, посмотрите конкретный пример с конкретной камерой. Их там полно, их снимают. И выберите то, что нравится конкретно вам. Минимальное разрешение, на которое стоит обратить ваше внимание, это HD. 1280 на 720 пикселей. Если есть Full HD, как, например, здесь, то это вообще хорошо. Но самое главное, чтобы Full HD был настоящий. Да-да, ребят, такое бывает. Некоторые производители, значит, берут HD и просто программным методом растягивают картинку до Full HD. Разумеется, картинка качества не получает никакого. Она становится замыленной, информации в ней мало, но это ж типа Full HD. Фуфло. Так что внимательно читайте договор. Ну, в смысле технические характеристики вашего будущего регистратора. Ну, а что касается процессора, объектива, это не такие уж, в принципе, важные параметры. Еще ваш будущий видеорегистратор должен обладать минимальным количеством кадров в секунду 30 фпс. Ну, на этом, в принципе, все. Обзор регистраторов закончен, поэтому расходимся. Шутка. Еще, конечно же, важен угол обзора. Он бывает вот такой и вот такой. Я бы, например, отдал предпочтение любому градусу больше 120-130, чтобы и встречная полоса также была захвачена вашим видеорегистратором. Вот я для вас картиночки подобрал. Как говорится, чем больше, тем лучше. После 140, ну, прям совсем хорошо. Но смотрите, если это будет больше 170 градусов, то картинка начнет сильно искажаться. Как говорили издревле на Руси, при скоростной езде по шоссе от такого угла обзора больше вреда, чем пользы. Буду максимально откровенен. Все, что меньше 110 градусов, это такие бюджетные варианты. И благодаря им не получится составить полную картину происходящего на дороге. Говорил же, давай машину, по-моему. Давай снимать, давай снимать, хватит трындеть. Хватит трындеть, давай снимать. Понятно. Чем же они различаются? У нас их много, они все разные. Понятно, что про камеру мы с вами поговорили, тут все ясно. Дальше. Форм-фактор. Вот такое новое модное словечко. Говоря по-простому, это дизайн. Самый классический форм-фактор, вот такой у нас Xiaomi, он просто крепится на лобовое стекло. У него есть экран, это знакомый и понятный всем форм-фактор. Если же вам хочется немножко экзотики, вот, например, вот такие вот цилиндрические с камерой здесь и вращающейся камерой здесь. Есть вот такая вот интересная межгалактическая установка. Также камера у нее динамично вращается. Есть, о, вот такой интересный вид. Друзья, одна камера может быть направлена на улицу, вторая на вас. А вообще можно даже добиться настоящего эффекта 3D, стереокартинки. Какая тебе стереокартинка? Я же видеорегистратор. Сюда же можно отнести и гибридные. Это видеорегистратор, который напичкан еще и дополнительными функциями, такие как. Ну, это GPS-навигатор, GPS-информатор, который показывает вашу скорость и местоположение в пространстве. Плюс это может быть целый мультимедийный центр. Да, короче, он у меня стоит, пойдем покажу. Казалось бы, это простое зеркало, но нет. Это такой видеорегистратор с возможностью показания нам камеры заднего хода. Кроме того, он обладает большим набором доп-функций, таких как навигация, мультимедийный центр, кино, музыка. В общем, все, что захотите, всего в одном кухонном комбайне. Устанавливается он максимально комфортно, прямо на старое зеркало. Есть еще вот такой вариант камеры, у которой есть выносная камера заднего вида. Не знаю, насколько комфортно с ней будет парковаться, но как минимум ситуацию и обстановку сзади снять на видео она сможет. Ну и запись голоса. Функция, конечно, полезная. Да. Ну и стыда немножко. Тоже да. А вообще, знаете, что может быть полезно, когда, например, нужно разговор записать с... Ваш документ, пожалуйста. Ну и за языком придется последить. Итак, на что же еще обратить внимание? Во-первых, наличие встроенного аккумулятора. Это обеспечит вам 10-20 минут бесперебойной работы во время ДТП уже после отключения питания. Потом, конечно же, встроенная память, друзья. Встроенная память великолепна, ну мало ли флешечка екнется по пути, а тут у вас раз и 100 мегабайт, и все снято. Олени, ведь вы знаете, они животные непредсказуемые. По расписанию на дорогу они не кидаются. Ну и, конечно же, друзья, интересная функция – это G-сенсор. G-сенсор – это система защита записи при аварии от перезаписи. Вот только настраивать функцию это нужно очень аккуратно, а лучше вручную. А то поназащищает вам всяких там выбоин, ухабов, до ямочек. Ну, собственно, это все, о чем мы с вами и хотели поговорить. Все портфакторы разобрали, все посмотрели. Если вдруг у вас какие-то вопросы остались, знайте, что делать, да? Берете, набираете, вот первый гигбой, алло, и там всегда рады вас слышать. Ну, а мы поехали. В этот раз в студию. Субтитры сделал DimaTorzok